Эти четыре сигнала говорят о том, что нужно сделать перерыв в диете или совсем от нее отказаться, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спич.Кит. Один из важных факторов в процессе похудения или приведения своего организма в норму – положительный эффект на весь организм. Люди водят диеты, начинают больше заниматься спортом и не всегда понимают, что наступил момент, когда нужно сделать перерыв или остановиться. Какие четыре сигнала скажут вам, что нужно отказаться от диеты или сделать перерыв, читайте ниже. Вы постоянно чувствуете голод. Диета – это не о том, как морить себя голодом. Любая диета должна Насыщать организм всеми необходимыми питательными веществами и элементами. Особенно, если вы увеличили свои физические нагрузки. Постоянное чувство голода или повышенный аппетит чаще всего говорит о том, что вам стоит отказаться от диеты, сделать перерыв или же поменять свой рацион. Для похудения вам нужно сократить калории, факт. Но если сокращение калорий очень сильное, то это плохо отобразится на самочувствии, вы начнете постоянно чувствовать голод, плохо. Спать и быстро раздражаться по каждому поводу. Усталость стала хронической. Если вы чувствуете странную усталость даже после ночного отдыха, это плохой знак во время диеты. Множество диет связано с ограничениями, а значит, вы из рациона исключили продукты, которые давали необходимый уровень энергии, количество питательных веществ и калорий. Если вы постоянно чувствуете усталость, то попробуйте сделать паузу в диете и откорректировать свой рацион так, чтобы в нем стало больше медленных углеводов. Нет сил на тренировке. Отсутствие энергии и физических сил на тренировке – еще одна причина, чтобы сделать паузу в диете или совсем от нее отказаться. Спорт – очень важен для процесса похудения, для набора мышечной массы и для здоровья в целом. Но если диета не обеспечивает вам достаточное количество энергии для занятия спортом, то это навредит вашему организму. Повышенный уровень холестерина. Во многих диетах значительно. Сокращаются или полностью исключаются продукты с углеводами. Особенно это касается цельнозерновых продуктов и фруктов, которые являются также источниками клетчатки. А именно она контролирует уровень холестерина в крови. Поэтому, если вы сидите на диете, которая предусматривает отказ от углеводов, проводите периодические анализы на уровень холестерина. Если он начнет расти, добавьте в рацион больше пищи с клетчаткой. Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог. Раскрыла важные секреты о похудении после 40 лет. А еще рассказывали о том, какой гормон мешает похудеть и убрать живот. Продолжение следует...